Я предлагаю посмотреть, как развернулась в день рождения президента история 7 октября в то, что происходит сейчас в Израиле. Потому что на самом деле можно было бы догадаться об этом, но мы не догадались, потому что слишком много важных нативов и все, конечно, удержать в голове невозможно. Но вы сейчас увидите, как буквально на пальцах можно было разложить эту ситуацию и заранее предположить, что может не седьмого, а в какие-то соседние даты произойдет нечто важное в Израиле. Предлагаю обратиться к натальной карте Бибии, как его сокращенно называют, Беньямину Нетаньяху. А вообще попутно, вы помните, всегда-всегда я вам рассказывал, кто помнит, на всех курсах, что и по фэншуй, и по карте Птолемея. Израиль – это место, где находиться нельзя и невозможно. В это верится с трудом. Мне иногда пишут, ну там, комментарии пишут в интернете, мол, прекрасная страна, приезжайте, что вы говорите, что там плохо и нельзя. Ну вот уже приехали люди на фестиваль музыкальный, и чем для них это кончилось. А законы астрологии, они незыблемы, незыблемы. И об этом писал еще Нострадамус, а ведь он сам этнически, этнически был иудеем. Ну, его деды перешли в католическую, стали, так сказать, уважаемыми гражданами Франции и так далее, но этнически они были иудеями. И Нострадамус писал, что нельзя, это судьба еврейской иудейской нации, нельзя собираться в одном месте. Судьба рассеяние, ну то есть, да, быть везде, но не быть всем в одном месте, потому что, когда они собираются все в одном месте, случается несчастье. Не надо было. Почему? А потому что, давайте обратимся к Натальной и посмотрим, где у него вертекс. Он уже был премьер-министром, перестал, и ему хотелось продолжить быть хозяином страны. И вот он им снова стал. Мы вступили в эпоху, когда лидеры повсеместно узурпировали эти кресла и ни за что не хотят их освобождать. Причем это от возраста лидеров не зависит. В Украине ни за что не хочет освобождать это кресло Владимир Зеленский. В Китае ни за что не хочет освобождать это кресло. Пусть еще 10 пандемий ковида случится, но он его не освободит. Си Цзиньпин. В Канаде уже лет 10 или 15 сидит Трюдо и вообще, по-моему, его оттуда... Не выковыришь. Не выковыришь, да. Из Канады. В США впавший в серьезнейшую синильную деменцию на глазах у всего мира Джозеф Байден бойко идет на перевыборы в 2000... Это два года... Бойко идет на перевыборы в ноябре 2024 года. Ну, я могу этот список... В Турции немытьем так катаньем остался Раджи Продоган и так далее. И вот эта вот несменяемость, вот несменяемость, она как раз очень сильно человечеству выходит боком. Потому что узурпация власти никогда хорошим не оканчивается. Давайте посмотрим его натальную карту. А еще я добавлю, что все, кто изучает в нашей школе астрологию, первым делом узнают, что звезда Давида, это конфигурация аспектов. Что это два больших тригона. И что в Израиле, когда рисовали национальный символ, фатально перепутали. Что фатально перепутали? Цвет. Потому что символ гениальный и чудесный. Только малек забыли, что вот эта картинка должна быть не синий, а какой? Красный. Красный, потому что это тригонный. А нарисовано цветом квадратов и оппозиций. И вот эта фатальная ошибка, будучи звезда Давида, будучи нарисованной цветом напряженных аспектов, делает так, чтобы никогда на этой земле никогда не было мира и покоя. Чтобы в каждой квартире было оборудовано бомбоубежище, не строят домов в Израиле, ни многоквартирных, ни частных. И ящик для хранения оружия. Да, да. Не бывает. То есть это значит жизнь в войне вся. Вот на всю жизнь, от рождения до смерти. Поэтому астрологию надо уважать. А почему синий, я вам тоже объяснял. Это с каббалистикой связано. Фатально не сошлись две астрологии. Сефиры. Дерево сефирот. Слово сефиры происходит от слова сапфир. Сапфайр. А сапфайр самый элитный. Он голубого цвета. И как бы вот не состыковалось в этом месте. То есть хотелось и сапфиров, а они голубые. И хотелось и звезды Давида. Но не все вещи можно друг с другом соединить. Итак, вот то время, которое сообщено 10.15. Он родился 21 октября 49 года в 10.15 в Тель-Авиве. Давайте поищем, чем интересен этот пример. Уже, смотрите, уже на 10.15, даже до ректификации, мы имеем Антарес и Альдебаран на линии горизонта. То есть этот Нитаньягу катастрофическая личность. Если бы люди, решающие, кому быть президентом, знали об этом, приняли бы этого внимания. А еще у него ужаснейшие звезды. У него Виндемиатрикс на Меркурии. Виндемиатрикс – звезда бесплодия, но это не про него, у него два сына. Звезда вдовства, может быть, пока еще мы этого не знаем. И третий вариант – бесчестие. А вот это оно. Потому что теперь все говорят, ты навсегда останешься в истории, как человек, который допустил гибель тысяч своих соотечественников. Хотелось тебе вернуться во власть? Вот вернулся ты. С какой славой ты теперь уйдешь в большую историю? У него же искусственно не вести еще. Это еще не дошел. В Виндемиатрикс на Меркурии интересно полюбопытствовать про его сыновей, есть ли у них дети. Я объективно не знаю, но по идее на Меркурии он мог проявиться, Виндемиатрикс – это звезда, тем, что кто-то из его сыновей, к примеру, потому что Меркурий – молодежь, или оба, остались бы бездетными. Ну, на тему, что у него не детей не будет, а не будет внуков. Но я этого не знаю, это можно посмотреть, почитать в интернете, есть ли у него, по идее, по возрасту, должны быть уже внуки у него, может быть, от одного будут, а от другого нет. Вот это интересно проверить, на тему внуков. Ему 74 года, ему 74 узлы у него в этом году. Это да, но я про Виндемиатрикс. Альфард на Марсе – ужасная звезда, и Мицар на Сатурне. То есть, конечно, конечно, этот человек совершенно со страшным гороскопом стоит. У него операция на сердце была, у него аппарат стоит, он не выезжает из Израиля никуда. Нет, ну это, это про звезду вы имеете в виду? А, что, ну, может быть, но на самом деле, на самом деле, как бы мы тут, ну, не знаем, как это все проявляется, это транслируется на страну. Возвращая, увидев такой вот мощный стеллариум с южным узлом в 10-м доме, разве можно с южным узлом в 10-м доме, то есть он просто какое-то проклятие Израиля, их нынешний премьер-министр. А о чем говорит узел и светило рядом? Затмение. Он родился, вот оно самое главное, в день солнечного затмения, а в этом году, 14 октября, вот уже в эту субботу, будет солнечное затмение. Может умереть в этом году? Нет, поэтому, поэтому, а у него 21 октября день рождения, вот оно, вот буквально четкий ряд событий, который выстроился. Конечно, если бы мы помнили, но я повторюсь, что нельзя помнить гороскопы всех мировых лидеров, хотя когда-нибудь наверняка будет служба, которая будет и этим и заниматься. Она будет мониторить, отслеживать гороскопы всех мировых лидеров, транзиты, затмения с тем, чтобы заранее можно было бы предвидеть развитие ситуации. Смотрите, какой ряд событий. Сейчас мы включим вертекс, и тогда нам все станет понятно уже окончательно. Хотел написать три числа. Седьмое, четырнадцатое и двадцать первое. Дело в том, что там еще ничего не кончилось. Если мы правы, мы, конечно, запаздываем уже с этим прогнозом. Было бы здорово, если бы мы сделали этот прогноз заранее, но мы его не сделали. Дорога ложка к обеду. Сейчас, конечно, мы уже машем руками после драки, но не совсем, потому что события продолжаются. Не кончится там все быстро. Не кончится. Поскольку вот этот вектор, вот эта линия, которую мы с вами как бы сейчас пытаемся обозначить, это три даты. Седьмое число, седьмого начались события в Израиле, четырнадцатого, четырнадцатого затмения, и двадцать первого у него день рождения. Двадцать первого числа у него день рождения. Ну, в общем, вы поняли. Поэтому это будет происходить еще очень долго. Включаем вертекс, и что и требовалось доказать. Вертекс бывает или в пятом, или в шестом, или в седьмом, или в восьмом доме. Где вертекс? В восьмом доме. Самый опасный. Где из четырех базовых инстинктов доминирует инстинкт именно самосохранения. Он же называется оборонительный инстинкт. То есть это то, что притягивает к человеку войну. Поэтому вы могли бы сказать израильтянам, что до тех пор, пока главой их правительства, ну у них еще президент есть, ну как во многих странах, но он такой не свадебный генерал, да, а вся власть в руках премьер-министра. Так вот, вы бы сказали, пока не Таньяку премьер-министр, война, она там и так всегда, а еще вот в таком обостренном варианте она будет продолжаться, пока он будет оставаться вот в вертекс в восьмом доме. Самая опасная история.